Всем привет! Чем бы вы ни занимались и что бы ни любили, всегда очень важно чувствовать меру, но порой это вовсе нелегко. Некоторые люди настолько увлекаются какой-то идеей, что готовы зайти слишком далеко. Сегодня я покажу вам тех, чьи на первый взгляд невинные увлечения привели к самым неожиданным результатам. Но сперва не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Поехали! Этого парня зовут Андрес, он живет в Швеции и работает водителем вилочного погрузчика. Но несмотря на свою совершенно не публичную профессию, в его городе он настоящая знаменитость. А все благодаря тому, что он проколол себе аж 3,5 тысячи дырок для пирсинга. А немец Джоэль Миглер пошел еще дальше. Он не просто стал известным в своем городе, но и попал в Книгу рекордов Гиннеса, как обладатель самого большого количества туннелей. Выглядит это странно, можно смотреть прямо сквозь его щеки. Для того, чтобы во время еды и питья еда не выпадала из его рта, ему приходится прикрывать туннели специальными крышками. Этого мужчину называют человеком-попугаем, но на мой взгляд он больше похож на мультяшного смешного чертенка, ведь откуда у попугая взялись бы рожки. Однако сам он утверждает, что чувствует некую родственную связь с этими яркими птицами, и поэтому всегда стремился выглядеть не менее экстравагантно, чем они. Татуировка на глазном яблоке очень опасная и сложная процедура. Александра Садовски – польская рыбисполнительница, которая полностью потеряла зрение на один глаз из-за тату глазных яблок. Девушка подала в суд на татуировщика, имя которого не разглашается. И расследование доказало, что в ходе процедуры была допущена грубейшая ошибка. Чернила, которые использовались, были предназначены для тела, а не для глаз. Конечно же, Александра получит материальную компенсацию, а татуировщика навсегда лишат лицензий. Но вот зрение по прогнозам врачей девушке уже не удастся вернуть. Я никому не советую рисковать своим здоровьем ради того, чтобы выглядеть необычно. Тем более, что есть множество абсолютно безопасных способов обратить на себя внимание. Этого парня зовут Люка Люс. Он превратил свое лицо в холст для оптических иллюзий. У него сотни тысяч подписчиков в Инстаграм. И при этом он ничем не рискует. Это женщина-трансгендер Ива Тиамат. Находясь в теле мужчины, Ива чувствовала себя несчастной и с нетерпением ждала операцию по смене пола. Но когда врачи наконец превратили ее в женщину, она стала совсем недовольна своей внешностью. Ива сделала множество пластических операций и татуировок. Теперь она называет себя Леди Дракон. Элэйн Дэвидсон из Бразилии носит аж 10 тысяч сережек и является рекордсменкой Книги Гиннеса. Интересно, что для того, чтобы побить рекорд в 2000 году, ей достаточно было всего 462 сережки. Но даже став рекордсменкой, женщина не смогла остановиться. Некоторым для того, чтобы стать рекордсменом, достаточно всего-навсего не подстричься какое-то время, а затем зачесать волосы наверх. Бенни Харлем – обладатель самой высокой в мире прически. Его волосы на полметра возвышаются над его головой. Этот мужчина – настоящий айронмен из Индии. Как видите, у него не только мышцы стальные, но даже и гениталии. Он выдержал больше ударов по паху, чем кто-либо в мире. Я, конечно, понимаю, что попасть в Книгу Гиннеса очень хочется, но, на мой взгляд, этот парень рисковал слишком многим. Многие старушки кормят птиц, но Тина Трахтенберг, похоже, зашла слишком далеко. Она не только ежедневно кормит огромное количество голубей в разных парках Нью-Йорка, но и сама носит костюм голубя. Жители Нью-Йорка называют её «матерью голубей». У неё очень доброе сердце. Санам Чантарафиром из Таиланды настолько верил в силу различных амулетов и оберегов, что сделал себе из них настоящую кольчугу. Без неё он боялся и шаг сделать на улицу. Разумеется, большинство людей считало его чудаком. Но только до тех пор, пока однажды его не убедили выйти из дому без своего защитного костюма. Именно в тот день мужчина попал под машину. Неужели же мужчина был прав, и его амулеты обладали невероятной силой? Не думаю, ведь множество людей по всему миру спокойно ходят по земле без всяких талисманов. Приметы и правда имеют свойство сбываться, но только для тех, кто в них верит. Так что давайте верить только в лучшее. Этого парня зовут Кейси, и он весит тонну и 300 килограмм. Избыточный вес приводит к целому ряду заболеваний, поэтому очень важно обратиться за помощью уже на ранних стадиях ожирения. Но Кейси продолжал играть в видеоигры и есть вредную еду, пока ситуация не стала критичной. А это Дрю. Двое его кузенов весили больше тонны. Поэтому мужчина считал, что избыточный вес – это семейная проблема, и обратился за помощью к специалистам слишком поздно. Только представьте, как ему было обидно услышать, что проблема вовсе не в генетике, а в неправильно составленном рационе. И стоило бы ему обратиться к врачам заранее, он бы мог быть совершенно здоровым. Кирстен обратилась за помощью к врачам, но и неоднократно была участницей реалити-шоу про похудение. Тем не менее, даже осознавая всю серьезность ситуации, женщина не может избавиться от вредных привычек и продолжает употреблять вредную пищу. Каждый мечтает о красивом теле, но не нужно забывать, что самое главное – это здоровье. Здоровое питание и спорт – вот, что должно стать основой красоты. Но некоторые парни так мечтают об огромном бицепсе, что готовы на все. Про Марио Дос Сантос мечтал о руках, как у Халка, но чуть не остался совсем без них. Он чудом избежал ампутации обеих рук, которая грозила ему после длительного применения препарата Синтол. Уже в 16 лет Грег Валентино уже имел бицепсы обхватом в 46 см. Причем достичь этого ему удалось исключительно благодаря спорту и питанию. Но после совершеннолетия он также увлекся Синтолом. Бицепсы увеличились еще на 30 см, но цена за это была слишком высокой. Подкожная ткань стала воспаляться и гноиться. Валдир Сегате считает, что его бицепс обхватом в 60 см слишком маленький и продолжает применять Синтола. Врачи давно предупредили его о том, что ему грозит ампутация обеих рук, а также инфаркт и инсульт. Но мужчина игнорирует все рекомендации медиков. Многим людям не хватает упорства для того, чтобы достичь своей цели. Но сейчас речь пойдет не о них. Я хочу рассказать вам о людях, которые никогда не бросают дело на полпути и не изменяют своих убеждений, какими бы странами они не казались окружающим. Один мужчина из Литвы потратил три года своей жизни на то, чтобы построить пирамиду из миллиона монет. По правде, для этого понадобилось даже на 30 тысяч 315 пенни больше. Но главная цель была достигнута. Все мальчишки собирают модельки машин. Но Звук Мосбы не забыл о своем увлечении и в зрелом возрасте. И со временем у него собралась коллекция из 37 777 машинок. Благодаря своему упорству мужчина попал в книгу Гиннесса. Когда один мужчина заявил, что построит дом, который будет стоять вверх тормашками и откроет в нем кофейню, все сочли его сумасшедшим. Но он не бросил свою затею. Теперь эта необычная кофейня пользуется огромным спросом среди туристов, которые въезжают в Германию. Все молодожены мечтают, чтобы их свадьба была самой необычной. Переплюнуть эту пару действительно будет нелегко, ведь они поженились под водой. Особенно интересно выглядел момент бросания букета невесты. Но, к счастью, было кому его ловить. Многие люди любят собак, но далеко не все готовы устраивать для них пышные свадьбы. Однако есть те, кто ничего не пожалеет ради своих любимых питомцев. Далеко не все человеческие пары празднуют свадьбы с таким же размахом. Не знаю, как этот индус относится к своим питомцам и если они у него, но на себе он экономить точно не привык. Все его одежда сделана из золоты. Другой материал он не признает. 60-летний Майк Фонтейн с детства помешан на Макдональдсе, поэтому превратил свой дом в музей сувениров и трофеев из этого фастфуда. Он попал в Книгу рекордов, как обладатель самой большой коллекции предметов из Макдональдса. У каждого из нас есть свой любимый цвет, но если вас сейчас спросить, какой самый любимый цвет у вашего близкого человека, не все смогут ответить на этот вопрос. Зато о том, какой цвет любит Валерий Макколок из Майами, знают все ее знакомые. Она не носит ничего, кроме синего. Мужчина из Нью-Делли однажды поклялся, что будет держать одну руку, поднятый до конца своих дней. Таким образом он выражает почтение богу Шиви. Уже 38 лет он не опускает эту руку. Все мы чистим зубы утром и вечером. Но этот мужчина считает эту процедуру бесполезным занятием и лишней тратой времени. Даже когда его зубы стали выпадать один за одним, он не взялся за зубную щетку. А этот мужчина никогда не мыл свои волосы, но от этого они не только не выпали, но и стали самыми длинными и тяжелыми в мире. Они выросли в 6 метров и весят 10 килограмм. Представьте, как тяжело ходить, когда приходится носить такой вес на голове. Но срезать такую шевелюру от Ран Ван Хэй, а именно так зовут этого человека, ни за что не согласится.